Приветик. Здравствуй. Любишь рисовать? Да, люблю. А ты? Я тоже люблю. А ты чем любишь рисовать? Карандашами. А ты? Кровью. Что? Ты кто вообще? Я кровавый художник. Я рисую кровью людей. А, вспомнила. Ты тот псих, который убил всех учеников и сбросил парня с крыши? Хорошая комедия вышла, парень. Во-первых, ты меня сейчас обижаешь. Во-вторых, обижать психопата опасно. Очень. В-третьих, прошу убедиться, что соединение с твоим языком и мозгом установлено. Хватит умничать. Ты этим выставляешь себя полным дураком. Обычный школик сидит тут и выдает себя за Хелена. Тупо и нифига не круто. Тупишь тут только ты. Я же сказал, что обижать психа опасно, а ты, видимо, проигнорировала этот факт. Хватит выставлять себя психопатом. Я читала Крипипасту. Я знаю про настоящего Хелена. Вся Крипипаста сейчас находится в другом измерении. А сидеть в скайпе с самым известным психопатом тупо. У них полно дел, и только такие жалкие люди, как ты, могут сидеть и деградировать часами на просторах интернета. Я сейчас очень зол. Во-первых, ты правильно сказала. Крипипаста не в вашем измерении. У вас тут слишком много всяких личностей, что еще носку, да не надо. Во-вторых, наше измерение, это, можно сказать, лес. Отчасти, помимо деревьев, там есть заброшенные деревянные строения. Хм, допустим. Я поверила. И что дальше? А ничего. Всем, кто хоть краем глаза, который Джефф позже, насадит на свой нож, увидит нас или наш особняк, крышка. Как я могу вас видеть, если вы, по твоим словам, в другом измерении? А ты что, не знаешь, как туда попасть? Знаю. Надо нарисовать известного персонажа из Крипипасты и встать перед компьютером. И сказать какую-то фигню. И ты потом окажешься в лесу, где тебе надо быть очень аккуратным. А вот и нет. Это ложь. Сама подумай, как можно от рисунка компьютера попасть в мир страха и ужаса. Не знаю, но кто-то сказал, что все работает. Тот, кто там был, уже никогда не расскажет. Мертвецы не постят ничего в интернете. Ну, тогда не знаю, как. Ну, посуди сама, что добрый мальчик Бен придется забросить тебе туда, любезно указав направление к нашему месту обитания. И еще выдаст карту. Ха! Я не знаю, кто у вас там добрый, а кто злой. Но, может, ты мне все-таки расскажешь о том, как туда попасть? Нет, мне лишних выговоров о моей болтливости не надо. Жаль. Хотелось бы на вас взглянуть в реальности. Увидел в реальности, отправляясь в ад. Пинком от Слендера. А расскажи мне о Прокси. Зачем? Интересно. Ты сказала, что ты читала Крепипасту. Значит, про Прокси ты все отлично знаешь. Я только частично. У меня нет времени на эти глупости. Тебе что, спать станет спокойней? Ну, да. Ты спать спокойнее будешь в любом случае, но в любом случае спать в могиле. Опять ты за свое. Я в хорошем настроении, поэтому обойдусь без хамства. Я просто не люблю людей. Они источники краски для моих шедевров. Парень, давай так. Или уходи, или говори нормально. Признайся, что ты фейк, и мы поговорим спокойно. Я тут это, оставил на столе, на кухне банку. Наполни, пожалуйста, кровью. Очень нужно. Я не закончил работу одну там. Чего? Так, ты заврался, парень. Я серьезно? Раз так, то опиши, что же у меня на кухне есть. Ну, там темновато, только свет уличного фонаря слегка светит на стол и на холодильник. Я тебе там записку оставил, как и что. Эм, парень, ты пошутил? Да? Как бы нет. Все, проваливай, я спать. Ну, наполни банку, или это сделаю я. Тебе же несложно порезать руку и просто посидеть, подождать, пока кровь сольется в банку. Проваливай, идиот. Ладно, ты не хочешь. Уходи. Значит, я достану ее во сне, в твоем сне. Как? Я приду не один. Я возьму напарника. Ну, он займется твоими внутренностями, а конкретно почками. Думаю, понятно, о ком я говорю. А я через вены выкачаю всю твою кровь и на стене напишу тебе небольшое письмецо. Выйди на кухню. Я уже жду. Кстати, не включай свет, тебе не стоит смотреть на свою смерть.